Продолжение следует... С десятером было очень тяжело играть в десятые минуты. И, наверное, все-таки закономерно, что авангард добился победы, имея фору у одного игрока. Здесь хочу поблагодарить ребят за сегодняшнюю игру, за самодачу, что все-таки играли до конца, забили гол. Но еще раз повторю, что пропущенные мячи, уже был план один на игру, но вот это удаление, оно все перевернулось ног на голову, и пришлось делать и замены, и корректировки вносить. То есть планировали сыграть более атакующий футбол, получился оборонительный. Так что готовимся к пшенику. Вопросы? Варен Петрович, но мы бы хотели, чтобы вы садили все-таки все-таки садили по шить, а в этот момент, то, что вы пустите на край, и с вами, вы хотите заработать просто карточек. Или арбитр, который исчезнет, в данном цене, может, конечно, скажем, Вы смотрели футбол? Да. Как же вы вопросы задаете, если Сухарев свалил, Сухарева удалили, и… Вы смотрели футбол? Сухарев играл 90 минут. Ну, следующий вопрос есть. Марк Петрович, чем все-таки было вызвано, что вы на этот матч избрали вариант с тремя защитниками? Ну, понимаете, что это 12-й тур, и все-таки хотелось больше сыграть в атакующий футбол, да, и добиться, скажем так, положительного результата. То есть здесь ничего страшного в этом, как бы я не вижу. Три защитника, она, схема, в любом случае трансформируется, то есть 3-5-2 при обороне она также трансформируется в 4-4-2. Здесь сложностей никаких нет. Но вот это удаление немножко, оно подкосило. Но, естественно, и нас изучает, и мы соперника изучаем. Здесь, как бы, хотелось немножко показать другую, немножко игру. Плюс Яченко у нас заболел, и поэтому решили немножко поменять схему. Но, к сожалению, хватило на 10 минут. Нет, Адаева смысл ругать, то есть мое мнение, я посмотрел этот эпизод, там желтая карточка, да, в принципе, железная, но красная, лично мое мнение, никак не тянуло. Есть, пожалуйста, еще один вопрос. Вот мы перед, после прошлой игры, тоже с игроками обсуждали этот момент, вот причину того, что дома так тяжело даются очки. И опять, как бы, ситуация продолжилась. И они объяснили эту тему, что дома хочется сыграть для зрителей зрелищно, на атакующий футбол. Вы сейчас опять тоже говорите, что хотели играть на атакующий футбол. Может быть, уже пора дома сыграть, как на выезде? Ну, мы знаем эту лигу. На самом деле, команды, да, очень низко сидят в обороне и на встречных атаках строят игру. На выезде, в принципе, мы так играем, добиваемся побед. Но все-таки приходит зритель, и, скажем так, не хочется отсижиться в обороне и ждать удачи во встречных атаках. Все-таки хочется доминировать. Футболисты у нас в команде, которые есть, позволяют в эту игру играть. Но, к сожалению, сегодняшнее удаление, оно там сломало, скажем так, нашу игру. Будем думать. В любом случае, очки набирать нужно по турнирной таблице, подниматься вверх нужно. Будем двигаться и решать те задачи, которые перед нами поставлены. Спасибо.